Всем привет! Меня зовут Леонид Максимов. Мы находимся на студии Skylab и это передача эксплуатации. Сегодня я расскажу вам о своей бас-гитаре и о другом оборудовании. Поехали! С 2009 года я являюсь артистом компании Warwick. И с 2015 сбылась моя мечта, я подписал прямой европейский контракт. Теперь я получаю подписные бас-гитары и работаю напрямую с немецким офисом. Сегодня со мной последний или нет крайний мой кастум, который был предоставлен мне в прошлом году компанией Warwick. Это уже второй кастум инструмент и давайте я немножко расскажу о нем. Это модель Warwick Streamer Stage 1, четырех струнная версия, сделана полностью по моим спецификациям. И так сразу же. Гриф у нас из трех кусков клёна. Тело, то есть уши инструмента сделаны из болотного ясеня, который имеет легкий вес. Для меня это важно. Крепление грифа сквозное, то есть гриф заканчивается аж вот здесь. И по бокам приклеиваются полоски деки. Пойдем сверху. Калки на инструменте установлены в американской компании HipShot, модель Ultralight. Они на 30 процентов весят меньше, чем обычные колки. Соответственно, баланс инструмента увеличивается и вам удобнее на нем играть. То есть гриф не клюет. Они имеют открытое строение. То есть вы видите сами шестеренки и их легко смазывать. Четвертая струна имеет детюнер. Этот механизм позволяет одним щелчком и микро поворотом самого колка понижать строй инструмента от полтона до двух тонов. У меня понижает на один тон. Чтобы делать из ноты ми ноту ре. Ну, собственно, по колкам все. Инструмент имеет бронзовый порожек. Накладка на грифе выполнена из черного дерева Ebony с стальными ладами. Обычно компания Warwick устанавливает латунные лады на своих инструментах. Я попросил изготовить мне стальные лады, чтобы они дольше жили и их меньше приходилось шлифовать. На грифе есть стандартная сетка маркеров, которые отмечают первый, третий, пятый и так далее. На двенадцатом ладу два маркера. Маркеры сделаны специально по моей просьбе. Выполнены они в виде черепов. На двадцать четвертом ладу установлена именная плашка, которая говорит, кто здесь хозяин. Ну, соответственно, теперь идем дальше. Бридж сделан по подобию инструментов компании Warwick начала 90-х годов. Здесь установлен бридж Shaler 3D. Потом компания Warwick разработала свой двухпозиционный бридж, состоящий из двух частей основания и самоостройка. Но я захотел сделать в этом инструменте вернуться к классике, к классическому звуку, классическому саунду и, собственно, классике, которая изначально была у компании Warwick. Поэтому здесь в этом инструменте все сделано по классике и подобрано, как было раньше. Соответственно, я выбрал тот бридж, который раньше устанавливался. Набор звукоснимателей. Звукосниматели изначально стояли EMG X. Совсем недавно у меня случилось большое счастье. Я подписал контракт с компанией EMG и являюсь единственным российским бас-гитаристом, который сотрудничает и имеет контракт с компанией EMG. Я попросил их предоставить мне сет датчиков GZR. Это пассивный именной сет басиста Black Sabbath. Из-за того, что эти датчики пассивные, они очень четко и очень точно передают вашу динамику игры, вашу подачу и ваше звукоизвлечение. Соответственно, они на 100% показывают, как вы играете и где вы играете, а где недоигрываете. Но за счет этого вы получаете очень гибкий звук инструмента. Вы можете управлять саундом, управлять обертонами, подачей. Это очень важно для меня. Они имеют открытые магниты и из-за этого они звучат еще ярче. И так как это пассивные звукосниматели, никогда для них не нужна батарейка, поэтому если даже... У меня здесь активный прям, если даже там сядет батарейка резко, то ручка громкость, она же Push-Pull, она отключает пассивный... ой, активный прям и включает пассивную схему. Инструмент будет продолжать работать. Теперь, собственно, о электронике этого инструмента. Здесь установлен двухполосный преамп от компании Bortolini. Значит, регулировка верхних частот и нижних частот и отдельная ручка бленда. Не бленда, а баланса датчика. То есть щелчок посередине означает, что работают два датчика. В одну сторону у нас bridge, в другую сторону один только neck. И могу сказать, что я очень часто, играя в какие-то рок и метал композиции, использую только один датчик Precision. Как сейчас модно говорить, old school. Еще очень важный момент, что преамп Bortolini, помимо того, что имеет управление двухполосное, на самом преампе внутри баса есть еще общий уровень громкости преампа. Это дает вам возможность чуть-чуть добавить его. Тем самым, когда вы включаете ручкой громкости преамп, у вас срабатывает такая, как педаль газа. Ваш сигнал баса становится сильнее, ярче и шире. И дальше мне уже не нужно крутить ручки низа и вверх. Они всегда у меня стоят по середине, а в преампе у меня просто добавлена общая ручка громкости. Вот и все мои настройки. Все остальное я делаю с помощью педалборда. Так, ну осталось... У меня стоят на всех инструментах стриплоки от компании Dunlop. Это самые лучшие стриплоки. Они не протираются, они никогда не подводят и они массивные. И они сделаны так, что вы можете всегда прицепить обычный ремень. Это очень радует. Этот инструмент, компания Warwick, на этом инструменте, цвет его был специально разработан для меня. Первая его версия была сделана на моем прошлом кастом. И на этом инструменте цвет был очень сильно доработан. Так как я попросил разработать для меня отдельное вот это вот покрытие, я нес ответственность о том, что оно неизвестно, как через годы начнет себя проявлять. Компания сделала работу над ошибками. Некоторые моменты были доработаны. И когда я увидел фотографии именно вот этой раскраски, я был просто в шоке. Собственно, раскраска называется Edged Red Chrome. Все сделано вручную, то есть выжигалось все кислотой. Два вида хрома, плюс все эти трещины. Я попросил гриф не лакировать, то есть он у меня, дерево, открыто. Для того, чтобы оставлять ощущение при игре не лака, а именно самого дерева. Бас-гитаристы меня поймут, что это большая разница, когда у вас гриф залачен, или же имеет просто влащёное покрытие. Значит, инструмент имеет 24 лада, мензура 34 дюйма. И что еще один очень важный аспект, сделанный по моим желаниям гриф, чуть-чуть утоплен по отношению к самой деке. Для того, чтобы расстояние от первой струны до самой деки было чуть меньше, чем на всех стандартных бас-гитарах Warwick. Мне это удобнее для игры с лэпом. Также гриф имеет ультра-слим-нег. Это ультра-тонкий профиль. Чтобы было понятно, этот профиль очень напоминает джаз-бас компании Fender. То есть он очень тоненький, плюс имеет не круглый, а овальный спектр, радиус. И в руке он лежит просто как родной. Так как это мой основной концертный инструмент, я попросил компании Warwick также установить светодиоды в грифе. То есть это дает полный контроль над грифом в любом плохо освещенном месте. А как вы знаете, и особенно музыканты, они 100% проходили через это, когда свет гаснет на сцене. О да, а гриф плохо-плохо видно. Это, конечно, не мешает вам, если вы стоите, гриф у вас под подбородком, и вы полудрем такой у вас, полу во сне играете в свою партию. А если вы колбастись, крутитесь, подкидываете гитару, либо вертите ей, то вы просто обязаны смотреть на гриф, потому что нереально не контролирует гриф при этом. Собственно, вот эти вот мои черепа на грифе теперь еще и светятся. Это видите вы, дорогие телезрители, а вот это вижу я. Теперь вот меня, товарищи музыканты, полностью понимают, в чем вся соль. Собственно, вот такой вот красавец, мой боевой друг, был сделан в прошлом феврале. Вот ему уже ровно год. На нем я только заменил звукосниматель. Ну вот, собственно, и все. Музыка. 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 Музыки. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дальше переходим к усилению моему концертному и студийному стеку от компании Warwick. Совершенно недавно компания Warwick полностью переработала свои наработки, свои модели в области усиления и кабинетов, полностью закрыв старые линейки, которые, будем честны, были не лучшего качества. Так, в России, по-моему, еще пока нету такого оборудования, оно еще не было завезено. И как эксклюзив оно вот есть у меня. Давайте я вам про него, собственно, расскажу. Про него расскажу. Начнем мы с усилителя. Значит так. Пум! Так, к вашему вниманию усилитель LVA1000. Этот усилитель имеет мощность 1000 Ватт. Представляете, сколько в нем дурит? Этого хватит как для того, чтобы разнести в клочья маленький клуб, так и для того, чтобы вас слышали все на сцене, если вы находитесь на стадионе. Этот усилитель имеет два независимых канала. Это очень важно. Два входа к этим каналам. Ручка гейна входящего, которую мы регулируем. Ну, это стандартно. Кнопка, тумблер, мьют. Это очень важно. Потом стандартная классическая параметрика. Значит, бас, низкая середина, верхняя середина и вверх. На каждый канал своя. То есть вы можете нарулить совершенно два разных по своей природе звука. И подключив футсвич, который переключает эти два канала, использовать как будто вы играете в два усилителя. Переключать это на сцене, имея сразу же, без каких-либо педалей, управление двумя разными звуками. Также каждый канал, обратите внимание, каждый канал имеет свой компрессор. То есть вы можете управлять степенью компрессии. Это бывает очень редко. Обычно на двухканальных усилителях один общий компрессор, который работает на выходе сигнала. Здесь же вы можете полностью управлять каждым каналом. Как будто у вас два усилителя отдельных в одном корпусе. Общая ручка громкости. Выход на наушники. То есть это означает, что вы можете на саундчеке, например, не мешая никому, повторить партии. Просто подойдя, подключив бар-гитару, подойдя, подключив наушники и играть. Если этот усилитель не подключен к кабинетам, с ним ничего не будет. И вы можете спокойно наслаждаться своим инструментом, никому не мешая. А если вы находитесь, например, в гостинице и у вас завтра шоу, то вам бы как-то надо повторить ваши партии. Ну, вдруг, если вы старенький, у вас склероз или другие какие-то моменты. Или, может быть, к вам зашла подруга и вы хотите ей сыграть что-то с аккомпанементом. То есть здесь есть еще выход AUX IN. Это означает, что вы можете подключить сюда любой проигрыватель проводом джек-джек, то есть микро-джек. Подкнуть наушники, положить этот усилитель рядом с вами на подушечку и спокойно играть, музицировать, репетировать или просто баловаться. А потом с ним же отыграть концерт. Это сильно увеличивает его возможности и необходимость в жизни музыканта. Теперь рассмотрим заднюю сторону. Собственно, здесь у нас общий тумблер включения, разъем сетевой, куда подается питание. Также он имеет выход на колонки. Это универсальный выход как в спекон, так и в джековый. Для тех, кто не верит, секундочку. Это дает универсальность, потому что если вы используете вдруг не родные кабинеты Warwick, у вас не будет никогда проблем с подключением. Дальше он имеет, естественно, линейный выход. Я могу сказать, что некоторые усилители при снятии линейного сигнала имеют либо очень много верха в нем, либо наоборот какие-то гундосные нотки. Здесь он очень правильный и очень честный. То есть вы получаете тот звук реально, который поступает в этот усилитель. Это очень важно. Собственно, тумблер пре и пост, откуда вы хотите брать сигнал. До эквализации или после нее. И тумблер ground clip. Больше ничего и не нужно. Значит, линейный выход в разъеме джека, если вам не нужен XLR. Собственно, выход на тюнер, который будет всегда у вас работать, а мьютить каналы вы можете... Ой, вот, вот этими тумблерами. И два выхода, send return, для того, чтобы подключать в этот усилитель петлю эффектов. Drive, Flanger, Horus, неважно. Все, что вам, в вашей душе, будет угодно. Вот такой вот мощный и универсальный усилитель недавно сделали в Германии, создали. И он теперь всегда со мной. Идем дальше. Теперь по кабинетам. Вот сегодня мои два помощника. Это мой концертный, студийный стек. Два кабинета, 4 по 8. Объясняю, что это значит. Каждый кабинет имеет 4 динамика. Размером 8-9. Не 10, как обычно, это, а 8. Это нужно для того, чтобы передавать в более правильную середину. В этих кабинетах установлены динамики Selection. Те, кто в теме, те, кто играют на бас-гитарах или работают в студиях, как раз понимают, что это за динамики, какой саунд они дают. Естественно, посередине каждого кабинета есть печалка, которая сзади отключается. Каждый кабинет имеет также два входа. Их можно подключать последовательно или параллельно. То есть, собственно, стандартный универсальный набор подключения кабинетов. Сбоку есть ручки для переноски. И так как это Selection, причем облегченная версия магнитов, каждый кабинет весит, по-моему, 15 кг. То есть, для такого вот кубика это очень немного. И это позволяет, чтобы один человек спокойно взял за ручки этот кабинет и донес из точки А в точку Б. Когда кабинеты ваши легко транспортировать, это хорошо. И вам скажут спасибо все техники. Ну, или ваша спина, если технику вы. Вот, собственно, и все мое самое главное оборудование. Это моя гитара, мой усилитель и колонки, чтобы вы меня слышали и чтобы вы меня замечали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 С вами был Леонид Максимов. Это была передача «Эксплуатация». До новых встреч. Всем добра, бобра, хорошей музыки. Плодитесь и размножайтесь. Играйте на базе гитар. Всем ров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok